друзья всем привет сегодня у нас суббота и думаю сейчас туда-сюда часик два приеду заберут остальных дюрков их осталось 3 3 штуки 3 головы им сегодня этим дюркам 67 дней то есть два месяца и 7 дней и как раз сегодня машкиным поросятам 8 штук что у меня на откорме им сегодня ровно 60 дней от роду от рождения 60 дней я хочу взвесить этих поросят машкиных какой вес 60 дней и дюрков перед продажей взвешу ну так чисто для себя ну и для вас какой вес 67 дней это раз потом во вторых снимем когда приедут забирать дюрков но это вы увидите в этом же видео и сейчас пойдем в тот сарай покажу как у меня произошел тот опорос киевлянки которой задержка в 4 почти в 5 дней задержка что мне писали кали делай вмешательства ну и так дальше покажу как с тем опоросом получилась и также покажу как у меня сдохло по 5 поросят пол выводка от было 10 штук и 5 для гоя уже их выкинуть короче все по порядку начинаем взвешивать вот смотрите вот этих начинаем взвешивать они все одинаковые еще напомню что четырех штук я отсюда продал выбрали 4 кабанчиков самых крупных это у меня остались тут кабанчики и свинки в основном это все на откорму знаем их невест и и так же дюрчат дюрки 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 и узнаем дюрчат вот видите царай где нет москитная сетка то есть на окне а двери открыты и мухи тут а ну вон сарай такого да сейчас поедете на печенье ты гуртонов компашки на скучно будет серый вот именно обращаются с тревоги хаврата я с ним только что разговаривал он говорит взвесь их три штуки но не одинаковые шоу из 3 я одному возьму грешка и все они одинаковые там может плюс-минус 200 300 500 грамм то уже не столько незначительно так что погнали ребята взвешивать так что погнали ребята взвешивать сейчас мы порядок наведем тут с весами включить перенос и сегодня просто этих поросят вот этих запускаю в эту клетку эту жена побелила уже порядок тут навела и мы сейчас их сюда запустим потому что там уже им тесно и здесь бункерная кормушка здесь будет им нормально бункерная кормушка корм вода есть но это еще правда не чистил сейчас отсюда немного выйти еще а то снаружи буду основном вычищать так давайте начнем из дырков сейчас оттарим ящик оттарим ящик оттарим ящик ящик у нас 20 килограмм ага старая ага старая а ну а ну и кай так вот дырок 20 21 килограмм по 20 67 дней ну неплохо но бывали результаты лучше ну дырок сейчас только начинает стартовать почему я говорю что бывалые лучшие результаты во первых жара они не так едят поэтому по-любому 60 дней у меня было и 20 и 24 и 25 и даже было 11 26 килограмм килограмм у 60 дней это осень зима сейчас они хуже едят жара ну все равно результат неплохо но сейчас в этих узнаем ровно 60 дней так друзья тут а делаем тару только там становишься да сейчас приедем Боря тебя пока взвешивать не будем эти пароцета зашуганные поэтому их тоже одного тихо 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 Тяжка покрыта моим Петреном, трехпородный гибрид или четырехпородный гибрид, на старте все равно чуть-чуть лучше, чем эти, на 7 дней разница, а вес одинаковый, пошли. Это тоже из-за жары, они были бы тяжелее, я думаю килограммов 24 было. Килограмма 24, я думаю было бы, если бы это была осень или зима, а так лето, воды пьют много, а корма мало едят. Но все равно, даже с жарой, результат очень даже хороший. Серега своих взвесь, 21 килограмм, ну пускай делаем скидку, может что они стресс перенесли, может у него килограмм 18-19 должно быть. Ну и Саня с печенех, который брал у меня вот этих поросят, с этого выводка, лучших больших кабанчиков выбрал, тоже взвесь, позвони, узнай сколько у тебя, у твоих кабанчиков, в этих видишь 21. Ну результаты, я более чем доволен, в такую жару и такой результат. Пошли дальше. Вот друзья, от этого выводка, у меня осталось только 5 пороща. Я поначалу думал, что она их просто придавливает, ну то есть наступает или задавливает, а оказалось все вообще не так. У меня были все окна открыты с двух сторон и поросяты начали кашлять. Я проколол, вроде бы перестало и перестал колоть, и они как начали кашлять. Кстати, короче, пока я принимал опорос и делал воду на все станки, я заметил, что два зачатла при мне от кашля. Сейчас-то уже никто не кашлял, но вот это выводок 5 штук потеряно, только 5 осталось. Этот опорос, который мне говорили, делает мешательство, перестка, заводки ивлянка, 8 штук, покрыто дюрком. Получается 8 штук канторов, абрикосового цвета, точечку черную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, 8 штук. Первого, как обычно, я потянул, помог первого ей вытянуть, остальные все пошли в обычном режиме. Вот она и переходила, сколько ее видите, все нормально, все живы, здоровы. Воду я сделал вот так. То есть получается, на каждый из станок я сделал отдельно кран. Есть такие вот индивидуумы, как вот эта, играют со водой. И также еще одна, вот эта, я ей перекрыл, играют со водой, не только перекрывал. Ну, если буду дальше продолжать, играют, я буду перекрывать, включать только на время кормления. И, кстати, она была бешеная, не подпускала до вымя, вообще ни до чего не подпускала. После опороса, хоть до раны прикладывать. Сразу всех приняла, я даже их не забирал, отпускал они бегали и по голове, и по морде. То есть, она вообще не реагирует на них. Хорошая свиноматка. Получается, со всех свиноматок, что я встал первенство, вот эти, раз, два, три, четыре, пять, и неужели шесть. Вот шесть, вот шесть этих свиноматок, еще одна должна оборотиться, и отрезать. И потом, и потом я сделаю вывод, что все шесть, как свиноматки, хорошие. Вот это, вот этот выводок, я думал, что он их придавливает, они просто дохли, вот хашель. Хашель у них уже прекратился. Ну что, зато я закрыл все окна полностью, все окна с одной стороны, с другой. Вытяжки тянут хорошо, и тут получается сквозняк со всех сторон. Поэтому у меня и было постоянно тут отклово, в сарай. Сейчас я все позакрывал, ну так, скажем, душненько. Ну я открываю эти двери, и там окно с москитной церкви открыто. И оно чуть-чуть по центру тянет сквозняк и в вытяжки. И так более-менее нормально, но уже хоть никто не кашлял. А так началось все с этой свиноматки. Вот с этой свиноматки все началось, она начала кашлять, и это окно было открыто. Она перестала кашлять, все нормально. Их просто всех проспользило. И получается такой форзой, ну, вот сквозь зякат начали все страдать. Ну а так везде, везде все поросяка целые, здоровые, нигде никому не придавили. Все хорошо. Сейчас я хочу эфок поделить на две клетки, потому что он уже сильно грязный у них все. Разпределю. Эфок сюда рядом две посажу и туда две. По две штуки посажу, арызжу и переведу вот в эту клетку. Арызжку в эту клетку. Так и разберемся. Этот приводок тоже, вот без станка. Все как были, их девять штук. Раз, два, три, шесть, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять штук. Все живы, здоровы. Это без станка. Первестка тоже нормально себя показала. Остается решение принять, как по свиноматке, по одной анфиске. Анфиске. Анфису. Очень моя дата золотая. По анфиске. По анфиске приняли решение. И все свиноматки, слава богу, все показали себя хорошо. Агидарам в первую очередь хорошо. Вот так, друзья. Вот это что такое бывает с сапоросами, если сквозняки. Так, друзья. Ну, яму полностью вычистили, как могли. И будем их запускать в новую клетку. В новую клетку. В новую домилку. А ну, давай. Давай, давай туда. Давай. Пошли, 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 пошли. О, о, о. Все. Красота. Красотушка. Им тут будет более свободно, более просторно. И корм уже мне не надо насыпать в маленькую кормушку вон такую. А уже в бункерную буду сыпать. И мне проще. Так, сейчас надо им какаши кинуть вот сюда под стенку, чтобы они сюда и ходили. А то начнут гадить сейчас где угодно. Да. Так, и получается, это им 60 дней. 60 дней, интересно, до нового года будут хорошие или нет. Это еще сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот, 4 месяца и так, и шуевшиеся дни, это 6 месяцев. Ну, в принципе, должны быть неплохие. Ну, а там посмотрим. Это, я считаю, как бы новогодний уже выводок. И, там, два дюрка у меня на откорме тоже новогодние. То есть, десяток. И потом себе еще оставлю кантеров. А порос весь тоже на откорме. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть буду оставлять. Чтоб разные в возрастной категории были. То есть, там, 2 месяца, 4, 6. Ну, как-то так. Ну, будем наблюдать. В том новом сарае откорм, думаю, там откорма не будет вообще. Там только свиноматки. А вот в этом сарае еще сделаю в будущем на щелевых. То там будет откорм. Думаю, так будет проще. Вот так, друзья. Такие дела там, по-моему, один что-то у нас типа грыжа. Ну, посмотрим. Один такой, как грыжий. Ага. Или не грыжа, или грыжа, непонятно, короче. Короче, вот так, друзья. Всем спасибо за внимание. Перегнали. Хотел заснять, как приедут забирать дюрков. Но они, я так понял, приедут чуть позже. Может, даже поздно вечером. Поэтому в следующий раз покажу, в следующее видео покажу уже, как забирают дюрков. Ну, как покупают. Все. Всем пока. Спасибо за внимание. Счастливо. Спасибо.